Всем привет! Продолжаем смотреть работы художников. Сергей Юрьевич Судейкин, русский театральный художник, сценограф, живописец, график, авангардист, муж балерины Ольги Глебовой и актрисы Веры де Бассай. Родился в Санкт-Петербурге в 1882 году в семье подполковника Георгия Порфильевича Судейкина. Отец был убит в декабре 1883 года. Старший брат Леонид репрессирован. Учился в Московском училище живописи, вояния и изучества у Архипова, Степана, Васнецова, Касаткина, Пастернака. За демонстрацию на студенческих выставках весьма фривольного содержания рисунков в манере, не входившей в учебную программу, как было написано, был отчислен сроком на один год вместе с Ларионовым и Фанвизиным. Учился в мастерских Серова, Коровинов. Начало карьеры Сергея Судейкина, как театрального художника, связано с Московским театром Эрмитаж в каретном ряду. Здесь совместно с Сапуновым он работал над оформлением оперных постановок, в том числе над Орфеем и Валькирией Вагнера. Иллюстрирует драму Матерлинка «Смерть Тентажилля». В дальнейшем Судейкин оформляет постановки для малого драматического русского театра в Петербурге. Сотрудничает с журналами «Весы», «Аполлон», «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». Участвует в выставках «Алая роза». В 1904 году участвует в выставке «Алая роза». С 1905 участник выставок Московского товарищества художников. Он стоял у истоков символистского художественного объединения «Голубая роза». В январе 1907 женился на актрисе и танцовщице Ольге Глебовой. Свадьбе предшествовало нескольких месяцев отнюдь не платонических отношений с поэтом Михаилом Кузьминым, описанный последним в повести «Картонный домик». Вот что он занес в дневник. Видел милого Судейкин. Дома я читал дневники и стихи. Потом стали нежны. Потом потушили свечи. Постель была сделана. Было опять долгое путешествие с несказанной радостью, горечью, обидами, прелестью. Потом мыли котлеты и пили воду с вареньем. В 1909 году закончил Московское училище живописью, вояния и зодчество. Со званием «Неклассного художника». Поступил в Академию художеств, в мастерскую Кордовского. Знакомится с Бенуа и другими мироискусниками. В этот период большое влияние на художника оказывает творчество Сомова. Один из организаторов и декоратор литературно-художественного кабаре «Бродячая собака». В 1912 году мы оформили спектакль «Изнанка жизни» по песне Беновента в Петербургском театре Рейника. Выполняет декоративное панно для театра кабаре «Превал комедиант». Уезжает в Крым, живет в окрестностях Алушты, затем в Мисхоре. В Ялте участвует в выставке, организованной Маковским. Через некоторое время женится на Вере Шиллинг, которая взяла его фамилию. Переезжает в Тифлис, где оформляет литературное кафе «Химериони». Затем в Баку, затем опять возвращается в Тифлис, затем в Бату. Сергея Вера Судейкина в 1920-м эмигрирует во Францию. Едут через Париж, где он оформляет два спектакля для труппы Анны Павловой. С труппы Балиева Судейкин приезжает на гастроли в США и обосновывается в Нью-Йорк. Активно работает над оформлением многих постановок для театра «Метрополита на перах» «Соловей», «Петрушка», «Садко», «Римского Корска», «Летучий голланец», «Вагнера». Сотрудничает с работами Фокина, Мясина. Создает декорации голливудскому кинофильму «Мы снова живы» по роману Толстого. В возрасте с 64 лет, 12 августа 1946 года, умирает. Ну вот так вкратце о русском театральном художнике, сценографе, живописце, графике, авангардисте Сергея Юрьевича Судейкина. Смотрим его работы. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok